Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телли Гусейн-Задей. В начале коротко о главном. Высказывания президента Ильхама Алиева на брифинге с премьер-министром Грузии широко освещались в грузинских СМИ. В местной прессе опубликовано свыше 30 материалов, повествующих о значении визита премьер-министра Грузии в Азербайджан. Группа коррумпированных и российски настроенных депутатов Европарламента под предлогом сохранения культурного наследия выступила с клеветой на Азербайджан и попыталась вмешаться во внутренние дела страны. Община Западного Азербайджана осудила действия ряда депутатов Европарламента. Руководство Израиля отвергает любые инициативы по достижению мира в секторе газа. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CBC заявил один из лидеров движения «Хамас» Тусам Бадран. В России третий решающий день голосований на выборах президента. В выходной день ожидается наибольший наплыв на избирательные участки граждан, желающих отдать голос за того или иного кандидата. Демократия в США под угрозой из-за некомпетентности президента Байдена и использования им Минюста и ФБР в политической борьбе. Такое мнение озвучил экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Поступая перед сторонниками, он вновь выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах. Высказывания президента Азербайджана Ильхам Алиева на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кабахидзе, совершившим накануне свой первый официальный визит в этом посту в Баку, широко освещены грузинскими СМИ. Популярные грузинские информационные ресурсы опубликовали серию материалов на азербайджанском, русском и грузинском языках. Они приводят цитаты из выступления президента Азербайджана, заявившего, что Баку и Тбилиси во все времена выступали заявлениями в поддержку суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ друг друга, поддерживали друг друга во время голосования в соответствующих международных организациях. Эта поддержка будет продолжена и впредь. В статьях отмечается важное значение визита премьер-министра Грузии в Азербайджан, говорится о многостороннем сотрудничестве между Бакой и Тбилиси, совместных проектах в области инфраструктуры, транспорта, энергетики, представляющих большую значимость в обеспечении экономической независимости региона и евразийского континента в целом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг отправился в тур по странам Южного Кавказа. И свой визит глава Альянса начнет с посещения Азербайджана. Далее он отправится в Грузию, но затем побывает в Армении. В рамках турне главы Североатлантического Альянса запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана. Отношения между Бакой и НАТО имеют давнюю историю. Партнерство двух стран основано на взаимном уважении международного права и поддержании политической стабильности на мировой арене. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 по 19 марта посетит страны Южного Кавказа. Первым делом Столтенберг прилетит в Баку, где, как ожидается, встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. А 18 марта с главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым. В тот же день генсек НАТО отправится в Тбилиси, где проведет переговоры с президентом Грузии Соломи Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кавахидзе. И только потом Столтенберг поедет в Ереван, где 19 марта встретится с президентом Армении Ваганом Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Визит Столтенберга в государство Южного Кавказа, Армения, Гаузия, Закбаджан, можно назвать прощальным визитом, поскольку сам генеральный секретарь НАТО 1 октября 2024 года покидает свой пост и уходит в отставку. Почему вдруг НАТО заинтересовалось Южным Кавказом, которым оно всегда уделяло определенное внимание? Скорее всего, это связано с тем, что есть шансы на то, чтобы оживить партнерство и сотрудничество стран НАТО. Отношения между Азербайджаном и НАТО начали формироваться еще в марте 1992 года после вступления страны в Совет Евроатлантического партнерства. Многосторонний форум, созданный для развития отношений между НАТО и не входящими в блок странами в Европе и частях Азии. Дата и начало сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом можно считать 4 мая 1994 года, когда страна присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Азербайджан стал 15-м государством, подписавшим этот документ. Благодаря регулярному участию в мероприятиях программы «Партнерство во имя мира» Азербайджан получил возможность вносить вклад в евроатлантическую безопасность, оказывая поддержку в проведении мероприятий по поддержанию мира под руководством НАТО. Азербайджан давно сотрудничает с НАТО в рамках «Партнерство во имя мира». Мы знаем, что Азербайджан участвовал в миротворческих миссиях в Косово, в Ираке, в Афганистане и сейчас продолжает тесно сотрудничать с этой организацией. Но стараются быть равноудалённым от неё и, в общем-то, не особенно сильно приближаться, поскольку, в общем-то, Азербайджан проводит политику нейтралитета и, в общем-то, больше тяготеет государством неприсоединившимся, где он занимает достаточно прочные позиции и является одним из ведущих государств. Баку поддерживает инициативы для обеспечения мира в Афганистане и оказывает поддержку присутствием в этой стране азербайджанских миротворческих сил и проведением специальных военных учений. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите НАТО в Варшаве в Польше в июле 2016 года. А в ноябре 2018 года в Брюсселе состоялась встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с тогдашним главой азербайджанского представительства в военном блоке. На встрече были обсуждены отношения между сторонами, а также перспективу программы «Решительная поддержка в Афганистане» и «Фонд доверия афганской армии». «Посмотрим, что даст этот визит, поскольку Грузия и Армения, Грузия давно сотрудничает с НАТО, Армения сейчас пытается установить более тесные контакты. Насколько это будет выгодно в перспективе для Азербайджана, об этом надо будет еще два года». Азербайджан вносит существенный вклад в план действий партнерства по борьбе с терроризмом, ведя обмен разведданными и аналитическими разработками с НАТО и сотрудничая с союзниками в целях укрепления национального потенциала, необходимого для подготовки к контртеррористической деятельности и упрощения безопасности границ. Начавшееся в 1997 году участие Азербайджана в процессе планирования и анализа сыграло важнейшую роль в создании миротворческого батальона и подразделения, которое потенциально можно будет привлекать к проведению целого спектра операций НАТО. Все это свидетельство того, что партнерство Азербайджана с НАТО опирается на принципы международного права, безопасности и глобальной стабильности. Эльвин Абдулаев, CBC. Ну а о визите главы альянса в регион мы поговорим с Эльгюном Сафаровым, доктором философии в области права, экспертом по международному праву. Здравствуйте, Эльгюн Меалим. Добрый вечер. Ну, мы знаем, что НАТО всегда углубляло диалог и сотрудничество с Азербайджаном, с Грузией и даже с Арменией. Все-таки, каковы интересы этой организации на Южном Кавказе? И в целом, что вы думаете о визите Йенса Столтенберга? В общем, шесть дней назад мы знаем, что Швеция стала членом НАТО. То есть сейчас в данный момент 32 представителя государства являются членами этой организации, целью которой является международный мир и безопасность. В уставе закреплено и продолжение принципов ООН, организации объединенных наций, то есть взаимосвязаны в этом направлении. Южный Кавказ является очень важным компонентом, особенно Азербайджан на данный момент с военно-технической точки зрения. И с той точки зрения, что сегодня в Восточной Европе есть очень несколько военных очагов, которые не закрыты. Если Карабахский вопрос сегодня закрыт, то есть очень многие вопросы, которые, например, в Грузии не закрыты, очень многие вопросы в других странах Восточной Европы, которые не закрыты по сегодняшний день. И это реальность. И само собой визит к ЕСЕКО НАТО, начиная с Азербайджана, особенно когда мы видим, когда НАТО на своем веб-сайте указывает встречу с главой страны, господином Ильхам Алиевым, потом с министром иностранных дел, и одновременно потом с министром вооруженных сил Азербайджана, совершенно другая агенда, то есть программа встречи в Азербайджане сравнительно с Грузией, с Арменией, то мы видим и роль, и вот этот момент, который усиленно готовится к этому направлению, и роль Азербайджана. Потому что Азербайджан очень активно поддерживал, например, деятельность международной безопасности как в Ираке, так и в Афганистане, так и во многих других государствах, используя свои вооруженные силы, подготавливая к этому направлению. И, к слову сказано, пусть будет, что сегодня наши вооруженные силы отвечают всем стандартам НАТО, всем международным стандартам. Поэтому начать, например, визит с Азербайджана и уделить большие моменты со встречи с Азербайджаном, говорит о том, что сегодня это является военно-политическим вопросом и стратегическим на встрече начала с Азербайджаном. А Южный Кавказ, это само собой тоже является очень важной конъюнктурой. Мы знаем, что часть Европы, часть Европы, где граничит с Ираном, где с Российской Федерацией, где есть другие очень региональные проблемы, например, вопросы беженцев, то, что очень важно, интересует и НАТО, и другие моменты. Но здесь вопрос международного мира безопасности и роли Азербайджана оценивается очень конъюнктурно, очень аналитически детально. Как Азербайджан, например, какие решения принимаются в Азербайджане в этом направлении, что будет после конца Карабахского конфликта, когда уже Азербайджан положил точку в этом в прошлом году, и какие принципы Азербайджан будет предъявлять для развития в этом направлении. То есть после 2020 года были другие. Сегодня, после 2023 года, взаимоотношения НАТО, ООН, Советы Европы, Европейского Союза между Азербайджаном совершенно другие. И хотел бы еще один момент выделить, что вопрос того, что Азербайджан являлся долгие годы главой передвижения неприсоединения, тоже имеет очень такой первичный характер, где 120 государств, к примеру, объединены. Ну вот единственная страна в регионе, член НАТО, это Турция, наши стратегические партнеры. Вот как вы считаете, как в Альянсе относятся к нашему с Турцией сотрудничеству? Понимаете, это уже другой политический момент, где, само собой, каждое государство внутри имеет свои принципы, свои интересы. Но то, что Азербайджан является партнером НАТО, стратегическим партнером НАТО в системе защиты международного мира и безопасности, по сравнению, например, с Арменией, это уже факт. И об этом ничего другого нельзя сказать. Например, если Армения пытается участвовать в этом направлении многие годы, но результатов нет, еще другой момент надо выделить, что сравнительно, то есть сегодня Армения является членом ОДКБ. Поэтому роль, отношение, как Азербайджана, который ведет движение в рамках движения присоединения, имеет очень тесные связи с Турцией, которые часть наших военнослужащих, то есть офицерского состава, получали переводку на основе НАТО в школах Турции. Очень важный момент носит. И, само собой, об этом и Йенс Толтарбек очень прекрасно знает. И, кстати, еще я хотел бы сказать, курсы, тренинги, даже некоторые, которые происходили в Европе, которые были проведены для южнокавказских представителей стран, и были инициированы некоторые именно с его участием. Поэтому роль Турции в этом направлении очень важна, стратегические точки зрения. И, само собой, у нас есть взаимоотношения, как и очень на хорошем уровне, то есть с военно-стратегической точки зрения, как с Российской Федерацией, такими другими. Но Азербайджан, само собой, будет поддерживать свою роль нейтралитета в этом принципе. Своё турне Столтенберг начнется с Азербайджана, затем будет Грузия и Армения. Вот все-таки с чем он едет в Армению и с чем оттуда может вернуться, как вы считаете? Если с Азербайджаном, само собой, идет обсуждение на равных основах, как равных партнеров, потому что Азербайджан сегодня является по всем международным рейтингам, с военно-политической точки зрения, входит, например, с военной точки зрения технической точки зрения, в 60 стран мира, то, например, в Армении нет такой возможности ни с военной точки, ни с экономической точки сравнительный анализ провести, то, само собой, с Арменией совершенно другой формат обсуждения. Азербайджан является партнером, Азербайджан может предложить для НАТО многие принципы, продолжение сотрудничества во многих других направлениях, это обоюдно. А с Арменией, само собой, понятно, что Армения, как и на сегодняшний день, не просит как у МВФ, так и у всех стран, которые соседничают с ними, как и военной помощи, так и экономической помощи, так совершенно другие направления и принципы в этом обсуждении, где равное партнерство обсуждения, где Азербайджан может, сам руководство Азербайджана и Азербайджан ведет свою независимую политику в решении этих региональных вопросов, мы не говорим о вопросах между Азербайджаном и Арменией просто, но даже региональных, энергетической безопасности, военной безопасности в регионе, то Армения, само собой, это уже другой разговор, когда даже границы Армении, само собой, не охраняют вооруженные силы армянской Армении, это является очень понятным вопросом. Сегодня Армения является страной и правительством Армении, которое просит о помощи, то есть она не может предложить чего-то НАТО, чему НАТО необходимо в этом регионе, но, само собой, это является дипломатическим протоколом, что, например, когда едет регион, например, на Южный Кавказ, при встрече с Азербайджаном и с Грузией невозможно не встретиться с Арменией, тогда это будет более политический характер и другой момент. Но здесь все-таки говорится о технической помощи, которую Армения хочет, но здесь и принцип Азербайджан должен поддерживать, что мы говорим об обороняющейся технологии, если НАТО, например, представляет и может представить через посредством Франции и других стран, например, обороняющейся технологии, то это другой момент. Но если тактическое нападение, атакующие технологии будут представлены, то Азербайджан тоже может нести свой вклад в совершенно другом направлении. Поэтому встречи сегодня в Азербайджане и завтра в Азербайджане, которые будут носить и политические точки зрения, и с официальной точки зрения, и даже, я бы хотел сказать, с неофициальной точки зрения, которые будут проведены, они будут основополагающими для развития Южного Кавказа. Ну что же, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, Ильгин Сафаров, доктор философии в области права, эксперт по международному праву к нам подключался. Итак, визит Стоутенберга в страны Южного Кавказа призван подчеркнуть растущую вовлеченность НАТО в этот стратегически важный регион, расположенный на перекрестке Европы и Азии. Организация всегда старалась укрепить отношения с Азербайджаном и Арменией, развивая индивидуальные партнерские программы с этими странами. Группа коррумпированных и российски настроенных депутатов Европарламента под предлогом сохранения культурного наследия выступила с клеветой на Азербайджан и попыталась вмешаться во внутренние дела страны. В своих обращениях парламентарии использовали не универсальное выражение всемирное культурное наследие, которое подразумевает наследие всех народов, а выступали с религиозными высказываниями, в отдельных случаях говорили об армянском наследии. Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана в связи с выступлением ряда депутатов Европарламента. Армения на своей территории, территориях Азербайджана, которые она когда-то оккупировала, систематически и массово разрушала культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам. Вместо того, чтобы очернять Азербайджан и разжигать религиозные распри депутаты Европарламента, которые проявляют лицемерие, должны приложить усилия для визита миссии ЮНЕСКО в Армению, прекращение разрушений на этой территории памятников азербайджанского культурного наследия и восстановление разрушенных, а самое главное, поддержать возвращение на родину 300 тысяч изгнанных из Армении западных азербайджанцев. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Саиру Шамшаду Мирзе в связи с гибелью в результате теракта пакистанских военных. Сообщается, что военный пост пакистанской армии в регионе Северный Вазиристан был атакован с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля, ну а затем было совершено несколько атак смертников. В результате погибли семь солдат, включая двух офицеров. Шесть вооруженных боевиков были нейтрализованы силами безопасности. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в заявлении в социальной сети Икс подчеркнул, что страна пал на решимости полностью искоренить терроризм и выразил соболезнования семьям и близким офицеров и солдат, погибших в результате нападения. Премьер-министр Шахбаш Шариф назвал нападение на военный пост трусливым. В России завершается процесс голосования на выборах президента. Явка по стране превысила показатель 2018 года и составила свыше 70%. В дистанционном электронном голосовании поучаствовали более 90% зарегистрировавшихся. Ну и так в 8 часов вечера по московскому времени все избирательные участки по стране будут закрыты. Ну а пока в центральных регионах еще есть время прийти и сделать выбор, от которого зависит будущее России. Ну а о том, как проходят выборы в Москве, с нами поделится мой коллега Шумистан Мамедов, который к нам подключается. Шумистан, добрый вечер. Что у вас к этому часу? Добрый вечер, Телли. Вы правильно отметили, мы находимся в России, в столице России, в Москве. В России проходит и решающий день голосования, это третий день голосования. Голосование началось с 15 марта и вот сегодня, 17 марта, это голосование завершится в 8 часов вечера по местному времени. По последним данным Центральной избирательной комиссии России, явка по всей стране превысила 70%. В онлайн-голосовании приняли участие свыше 90% зарегистрированных избирателей. Что касается Москвы, тут свои голоса отдали свыше 5 миллионов граждан, обладающих избирательным правом. И большая часть из них проголосовала дистанционно. Наибольшая явка, высокая явка наблюдается, самая высокая явка наблюдается в Чечне. Там проголосовали свыше 95% избирателей. Более подробно о выборах в России мы поговорим с Игорем Риховским, он является заместителем председателя комиссии в избирательном участке данного. Хотелось бы у вас спросить, вот сегодня решающий день голосования, как он прошел на этом избирательном участке? Вы знаете, да, вы правы. Сегодня заключительный день голосования, явка отмечается достаточно высокая, люди активно исполняют свою гражданскую позицию, активно принимают участие в выборах, как дистанционно, так и приходят на участок. Осталось буквально немного времени, я думаю, те, кто не успели проголосовать, они либо успеют прийти, либо сделают это дистанционно. Ну и нештатных ситуаций нет, все проходит в спокойном режиме. В целом, в целом, спокойно. Вот голосование проходило три дня, по сравнению, если сравнивать все эти три дня, наибольшее количество избирателей когда наблюдалось по вашим наблюдениям? Вы знаете, в первый день. Вот в первый день был такой хороший поток людей, но, наверное, связано все-таки с гражданской позицией, чувством долга. Каждый хотел отдать свой голос, сделать выбор, и сегодня уже, конечно, спокойнее. Огромное вам спасибо, желаем вам удачи в вашей работе. Я напомню, что голосование завершится в 8 часов по местному времени, и явка действительно превысила уже 70%. Что касается инцидентов, то в некоторых регионах России были задержаны лица, которые пытались уничтожить бюллетени. В частности, в Санкт-Петербурге была задержана женщина, которая пыталась уничтожить бюллетени, облив жидкостью урну с ящик с бюллетенями. Помимо этого, также были задержаны несколько человек в других регионах России по аналогичной причине. В целом, избирательным правом по всей стране обладает свыше 110 миллионов граждан. И сразу после завершения голосования начнется подсчет голосов. Уже более подробно об этом мы расскажем в следующих эфирах Телли. Ну что ж, спасибо большое. Шамистан Мамедов к нам подключался из Москвы. Российские избиратели активно голосуют по всей стране. Но о том, как процесс голосования проходит в Санкт-Петербурге, расскажет Эллада Мамедова. Эллада, здравствуй. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Выборы президента России уже подходят к концу. Сегодня был основной, заключительный день голосования. И в Петербурге, и в целом по всей России буквально через несколько часов закроются все избирательные участки. И в ближайшие дни будут оглашены предварительные итоги голосования. По последней информации, которая имеется, явка избирателей по всей России составила 60%. Лидирует еврейская автономная область, а также чукотский автономный округ. Отмечу, что на всех избирательных участках установлено видеонаблюдение. Однако исключение составляют те участки, где голосуют военные, а также медицинские учреждения закрытого типа. В целом, основная часть избирательных участков расположена на территории медицинских и социальных учреждений. Что же касается именно Петербурга. По последней информации, явка избирателей приблизилась к 60%. В целом, своим избирательным правом воспользовались свыше 2 миллионов человек. В Петербурге функционирует 1947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. И, как я уже сказала ранее, на всех из них ведется видеонаблюдение. В том числе, на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Это как, в том числе, и международные наблюдатели. Нам удалось пообщаться с ними. Они говорят о том, что нарушений выявлено не было. На тех избирательных участках, где мы работали, нарушений выявлено не было. Все проходит чисто и прозрачно. В целом, хотелось бы сказать по поводу кандидатов, которые избираются в президенты. Всего в выборах президента России участвуют 4 кандидата. Это действующий глава государства Владимир Путин, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также кандидат от партии КПРФ Никаил Харитонов. И четвертый кандидат – это Дованков. Победивший кандидат возглавит Россию в течение следующих 6 лет. Инаугурация состоится в мае 7 числа. И, как я уже отметила, предварительные результаты голосования будут известны уже 19 числа. В целом, хочу отметить, что еще на этих президентских выборах для жителей России было открыто онлайн-голосование. И основная часть жителей России воспользовалась именно услугами этого способа. В том числе, хотелось бы сказать о том, что именно в Петербурге много людей, которые приходили и участвовали в выборах. Мне хотелось бы отметить именно про Центр общественного наблюдения, который был открыт на этих выборах в Петербурге. Любой желающий может следить за ходом выборов. А также, если, например, он считает или подозревает, что на каком-то участке были нарушения, то можно прийти в этот центр и попросить предоставить видеозапись этого участка в конкретном отрезке времени. То есть любой желающий может следить за ходом выборов. Как я отметила в начале, выборы завершатся буквально через несколько часов. И в 20.00 по местному времени все избирательные участки будут закрыты. На этом у меня все. Студия. Спасибо большое, Лада. В Санкт-Петербурге избиратели высоко оценивают созданные на участках условия и удобство процесса голосования. Семочной группе CBC удалось пообщаться с жителями Петербурга. И вот что они рассказывают. Я пришла на голосование, потому что это мой гражданский долг. У нас есть обязанности, которые мы должны выполнять. Тем более в данной ситуации, в которой находится Россия, на мой взгляд, она никогда не была в столь сложной ситуации. Поэтому каждый гражданин этот долг должен выполнить. Мы, люди советского формата, привыкли жить не только по закону, но и как бы, ну, гражданская позиция у нас присутствует. Поэтому мы пришли на выборы нашего президента. Хотим, чтобы у нас была и демократическая страна, хотим жить лучше. И при нашем президенте, который сейчас, безусловно, мы будем жить лучше. Мы в это верим, надеемся и будем ждать перемен к лучшему. Ну, условия на участке нормальные. У нас всегда так, как бы мы каждый год, ну, в смысле, каждые выборы губернатора, президента сюда приходим. Тихо, спокойно, никаких эксцессов абсолютно. Вы знаете почему? Потому что устали от этого развала, от бесхозяйственности, от хапужества вот этого, когда люди живут не ради страны, а ради денег, своего кармана. Когда они оценивают благополучие, не когда всем хорошо, а когда хорошо только мне. Вот я надеюсь, что у нас будет измениться, потому что наш президент, он же, ну, настоящий мужчина, настоящий человек. Выборы – это вопрос выбора дальнейшего пути. И понятно, что граждане должны исполнять свой долг и участвовать в управлении государством. Я думаю, что то направление, которое сейчас выбрано, оно правильное, оно ведет нас к дальнейшему благополучию, к народному единству. Поэтому я думаю, что все сегодня правильно голосуют. Визит Столтенберга в страны Южного Кавказа призван подчеркнуть растущую вовлеченность НАТО в этот стратегически важный регион, расположенный на перекрестке Европы и Азии. Организация всегда старалась укрепить отношения с Азербайджаном и Арменией, развивая индивидуальные партнерские программы с этими странами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках турне по Южному Кавказу 19 марта посетит Ереван, где встретится с президентом Армении Вагнам Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Это первый визит главы Североатлантического альянса в регион с 2020 года. Он происходит на фоне значительной геополитической напряженности в регионе. Визит Столтенберга в страны Южного Кавказа призван подчеркнуть растущую вовлеченность НАТО в этот стратегически важный регион, расположенный на перекрестке Европы и Азии. Как утверждают эксперты, особый интерес вызывает стремление официального Еревана в вопросе сближения Армении с НАТО, которое происходит на фоне кризиса в отношениях Армении с российским военным блоком ОДКБ. Но что касается Армении, на сегодняшний день неясно, какие у них отношения, какие у них планы. Мы, конечно, слышим, что официальные лица Еревана, они говорят о желании сближения с НАТО, но, тем не менее, вся оборонная система безопасности, оборонная система, она основана именно в странах, которые стоят в глобальной конфронтации с НАТО, с Россией. На сегодняшний день важная составляющая безопасность Армении, она впрямую зависит от России. Но желание выйти из ОДКБ или желание отдаляться от России, конечно, у Армении на сегодняшний день не может быть. Но дело в том, что вот эта сама система безопасности Армении, оборонная система, и роль России, которая играет, так же, как и роль ОДКБ, которая играет, на сегодняшний день вот этой системе нет альтернативы. По мнению экспертов, Армения стремительно меняет геополитическую ориентацию. Ереван отдаляется от России и сводит к минимуму работу в рамках ОДКБ. В то же время Армения сближается США и ЕС. В том числе наращивает военное сотрудничество. Тем не менее, как утверждают эксперты, на сегодняшний день важная составляющая безопасности Армении напрямую зависит от России. Визит генерального секретаря Йенса Солтенберга на Южный Кавказ имеет очень важное и интересное значение. С одной стороны, на большом постсоветском пространстве идут очень большие трансформации, а с другой стороны, в лице Армении мы видим, что интересы России со стороны Североатлантического блока давятся. И официальный Ереван очень охотно идет на эти военно-политические провокации. «Эксперты утверждают, что в Армении растут европейские устремления. Евросоюз и США уже содействуют демократическим реформам в Ереване. США и вправду содействуют развитию демократии в Армении. Даже принят закон об ее обороне. Так, американские законодатели откровенно решили финансово поощрить позицию Еревана по отходу от Москвы. После утверждения этого документа Пашинян приостановил участие Армении в ОДКБ. Идет активное сближение и с Евросоюзом. Поставки оружия, военные инструкторы и обучение солдат, а Армения сближается с Францией. То и самое, что подталкивает НАТО к войне с Россией. И планирует вместе с союзниками ввести солдат в Украину». Руководство Израиля отвергает любые инициативы по достижению мира в секторе газа. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу СБС заявил член Политбюро, руководитель отдела по национальным отношениям, один из лидеров движения «Хамас» Хусам Бадран. «Во имя Бога, милостивого и милосердного, единственным препятствием для достижения сделки, которая остановила бы эту войну и эту агрессию против нашего народа в секторе газа, является Бениамин Нетаняху и его военный кабинет министров. Любые инициативы и предложения относительно новой сделки отвергаются руководством Израиля, и оно не дает никакой конкретной и четкой позиции по поводу тех положений, которые выдвигает движение «Хамас». И, кстати сказать, «Хамас» не выдвигает каких-то особенных условий. У нас нет каких-то специфических требований. Мы говорим исключительно о требованиях народа Палестины и о требованиях, достигнутых на основе национального согласия. Мы говорим лишь о прекращении огня, о выводе оккупационных войск из сектора газа, о необходимости открытия палестинцам доступа к гуманитарной помощи, а также о возвращении беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания безо всяких предварительных условий». Помимо этого, лидер боевиков указал на то, что международное сообщество ответственно за гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. Я считаю, что эта война отчетливо показала неспособность международного сообщества и слабость международной системы в том, что касается защиты так называемых прав человека, а также защиты продовольственной безопасности, права людей на передвижение и так далее. Международное сообщество лишь наблюдает за военными преступлениями, за преступлениями против человечности на протяжении уже шести месяцев, и это то, что ставит клеймо на международном сообществе и указывает на его неиспособность, а иногда и на нежелание остановить эту гуманитарную катастрофу в секторе газа. И тот факт, что помимо непрекращающихся бомбардировок очень многие палестинцы в секторе газа погибают из-за нехватки гуманитарной помощи, говорит нам о том, что международное сообщество не справляется со своими функциями. Министр обороны Британии Гранд Шапс вынужден был отказаться от поездки на юг Украины на прошлой неделе по соображениям безопасности. Об этом британское оборонное ведомство сообщило после публикации газеты Sunday Times об отмене визита Шапса в Одессу. По данным издания, министр принял решение не ехать в Одессу после того, как британская разведка предупредила его, что планы британской делегации стали известны России. В результате уровень угрозы для министра был повышен с существенного до критического. Поездка должна была состояться на следующий день после того, как во время визита в Одессу 6 марта президент Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицатакиса российские войска нанесли по городу ракетный удар. В результате атаки погибли 5 человек. Гранд Шапс приехал в Украину 7 марта на ночном поезде из Польши в сопровождении начальника штаба обороны адмирала Тони Радакина и небольшой группы британских чиновников. Он провел несколько встреч в Киеве с Зеленским и высокопоставленными чиновниками его администрации. Ранее на этой неделе газета Times сообщила, что Россия предположительно заглушила спутниковый GPS-сигнал на самолете Гранда Шапса. Когда он пролетал рядом с территорией России, возвращаясь из Польши. Канцлер Германии Олаф Шольц перед своей двухдневной поездкой в Иорданию и Израиль призвал к скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа для обеспечения доставки гумпомощи в палестинский анклав. В то же время он вновь предостерег Цахал от проведения военной операции в Рафахе из-за возможных многочисленных жертв среди гражданского населения. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправится на Ближний Восток. В Орданском порту Акаба на Красном море запланирована его встреча с королем Иордании Абдалой II Ибн Хусейном. Шольц также проведет переговоры с премьер-министром Израиля. По данным СМИ, он намерен отговорить Бенемина Нетаньяху от военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Правительство еврейского государства одобрило планы военной операции и эвакуации населения региона, где, предположительно, проживают 2 миллиона человек. Перед встречей с Нетаньяху Шольц призвал Израиль обеспечить расширенный доступ к гуманитарной помощи в сектор Газа. «Сейчас необходимо, чтобы помощь дошла до населения Газа в более широком масштабе. Это то, о чём мне придётся поговорить с коллегами. Нас беспокоит дальнейшее продвижение военных действий. В частности, есть опасность того, что полномасштабное наступление в Рафахе приведёт к многочисленным жертвам среди гражданского населения, которых необходимо избежать любой ценой. Мы твёрдо стоим на стороне Израиля, и он имеет полное право защитить себя от нападения Хамас. В то же время важно, чтобы соблюдались нормы международного права во избежание жертв». По данным СМИ, встреча канцлера Германии с представителями палестинской автономии не запланирована. При этом Шольц планирует провести переговоры с членами Хамас, удерживающими израильских заложников. Их освобождение является основным условием для переговоров с Хамас, ранее заявил немецкий политик. Хамас, в свою очередь, настаивает на выводе израильских войск из сектора Газа и освобождении палестинских заключённых из израильских тюрем. «Германия уже давно участвует в оказании гуманитарной помощи Газе. Было бы важно, чтобы очень быстро была достигнута договорённость о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и в то же время оказать помощь палестинскому населению. Важно, что темп уже задан». Направляемой в сектор газогуманитарной помощи недостаточно из-за невозможности её доставки. Причина – в отсутствии действующей гавани, что затрудняет разгрузку кораблей. Доставка помощи по суше имеет решающее значение, но для этого Израиль должен открыть больше пограничных переходов. В настоящее время военно-воздушные силы Германии сбрасывают на сектор газа продовольственные грузы и медикаменты с помощью транспортных самолётов. По данным СМИ, Германии удалось отправить населению палестинского анклава более четырёх тонн гуманитарной помощи. Эльвин Абдулаев, CBC. Еминские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить концепцию однополярного мира. Об этом написал член полетбюро движения Али Аль Кахум на своей странице в социальной сети «Икс». По его словам, сдвиг многополярности в глобальном балансе сил произошёл после начала войны в Украине и ускорился в ходе очередного обострения Палестино-Израильского конфликта, что угрожает крахом колониального проекта и гегемонии Запада в регионе и мире. Как отметил Али Аль Кахум, сотрудничество с Россией и Китаем необходимо им для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и страны Европы в болоте кризиса вокруг Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность. Ранее в Москве прошла встреча делегации хуситов с представителями ИМИД России. Стороны, обсудивая развитие событий в зоне Палестино-Израильского конфликта, обострения в акватории Красного моря, осудили удары США и Великобритании по еминской территории, а также коснулись урегулирования военно-политического кризиса в Йемене. Между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Происходят изменения международного климата и баланса сил между Востоком и Западом, особенно в свете посягательства Запада на Россию, утопившую его в болоте в Украине и ослабившую его союзы с Китаем, а также остальными странами Востока и государствами БРИКС. Правящая в Нигерии военная хунта разорвала военное соглашение с США, разрешавшее американским военнослужащим и гражданскому персоналу Пентагона находиться на территории страны. Это произошло сразу после визита делегации американских чиновников в африканскую страну. Властям Нигера пришлось не по душе нарушение дипломатических протоколов. Дальнейшее военное присутствие США в стране незаконно и нарушает все конституционные и демократические права, заявили в правительстве Нигера. Захватившие власть в Нигерии мятежники в немедленном порядке разорвали военное соглашение с США, позволявшее американскому военному контингенту и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории этой африканской страны. Как заявил представитель переходного правительства страны Амаду Абдрамана, Ниамей, принял решение разорвать военное соглашение с США из-за нарушения дипломатических протоколов со стороны Вашингтона. В Нигер на этой неделе прибыл помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи и генерал Майкл Лэнгли, командующий африканским командованием США. Как заявил Абдраман, Нигер не проинформировали о составе делегации, дате прибытия или повестке дня. Правительство Нигера, принимая во внимание интересы своего народа, решает денонсировать с немедленным вступлением в силу соглашение, касающееся статуса военнослужащих США на территории Нигера. С этой целью американской стороне будет направлена дипломатическая корреспонденция. Присутствие США на территории Нигера является незаконным и нарушает все конституционные и демократические правила. Нами будут проводиться консультации по поводу размещения иностранной армии на нашей территории. По состоянию, на конец прошлого года в Нигере находилось более 1100 американских военнослужащих. В СССР США использовали две базы, одна из которых предназначена для беспилотников. Она находится недалеко от города Агадес, в центральной части Нигера, и обошлась более чем в 100 миллионов долларов. С 2018 года база использовалась для атаки на боевиков террористических организаций, исламское государство и филиала Аль-Каиды. Как писал в свое время американский журнал Foreign Policy, географическое положение Нигера, относительная боеспособность его вооруженных сил и готовность работать с западными государствами помогли превратить страну в ключевого партнера США по борьбе с терроризмом. В Пентагоне уже отреагировали на заявление Нигера о разрыве соглашения, отметив, что Вашингтон поддерживает контакт с Ниамеем. Правительство Нигера сожалеет о готовности американской делегации отказать нашему народу в праве выбирать своих партнеров и типы партнерства, которые могут помочь по-настоящему бороться с терроризмом. Вашингтон в одностороннем порядке решил приостановить всякое сотрудничество с Ниамеем. Мы решительно осуждаем снисходительное отношение в сочетании с угрозой репрессий со стороны главы американской делегации против правительства и народа Нигера. Переворот в Нигере организовала группа военных в июле 2023 года, отстранив от власти избранного президента Мухаммеда Базума. Лидер мятежников и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объяснил действия военных стремлением бороться с коррупцией и бедностью. США и ЕС осудили переворот, а экономическое сообщество стран Западной Африки пригрозило группировке интервенции и потребовало восстановить конституционный порядок. Осенью 2023 года Франция начала вывод своих войск из Нигера, чего ранее потребовали новые власти страны. Процесс был завершен к концу декабря прошлого года. Эльвин Абдулаев, CBC Время, остающееся до выборов президента США в ноябре, кажется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране нынешний президент Джо Байден. Такое мнение выразила их глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Дейтоне. 77-летний Трамп назвал своего 81-летнего соперника угрозой для американской демократии, обвинил его в ухудшении экономического и миграционного положения в стране. Бывший американский лидер Дональд Трамп убежден, что США столкнутся с кровавой баней, если он не одержит победу на предстоящих в ноябре выборах главы государства. По мнению Трампа, президентские выборы 2016 года в США были самым важным голосованием. Однако голосования 2024 года превосходят их по значимости. США переживают сильнейший упадок, но всё изменится, когда к власти вернётся он, заявил Трамп, пообещав избирателям снова сделать США великой страной. Выступления республиканца транслировали американские телеканалы. Это была невероятная неделя для нашей компании. Во вторник мы выиграли в Джорджии, на Гавайях, Миссисипи и Вашингтоне в рекордном количестве. Запомните, Джо Байден представляет собой большую угрозу нашей демократии. Его некомпетентность – причина номер один. Кроме того, он использует Министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня. По мнению Трампа, семь месяцев, оставшиеся до выборов, это не очень долго, но, с другой стороны, это вечность, потому что администрация Байдена может успеть нанести невиданный вред США. «Это вечность, если вашей страной управляют некомпетентные люди», – добавил республиканец. Выступая на предвыборном митинге в Дейтоне в поддержку кандидата в Сенат от республиканской партии Берни Морено, Трамп повторил свою критику действия администрации Джо Байдена в области миграции, предупредив, что нелегальные мигранты из Южной Америки и Африки теперь прибывают в США. «Джо Байден – самый худший и самый продажный президент, который когда-либо был у нас. Если на этих выборах мы не одержим победу, то я не думаю, что после у нас в США пройдут еще голосования на пост главы страны. Самый простой способ обратить вспять все катастрофы Байдена – это просто-напросто вернуть меня в кабинет Белого дома. Мы скажем ему «Джо, ты уволен, убирайся отсюда, ты отвратительно поработал». Сам Байден резкой шуткой отреагировал на критику Дональда Трампа относительно его возраста. Во время выступления на ужине в клубе «Грид Айрон» в Вашингтоне действующий американский президент сказал, что его 77-летний соперник уже слишком стар, чтобы снова быть президентом. «Один кандидат слишком стар и психически непригоден, чтобы быть главой США. Другой же я», – заявил Джо Байден. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпиона в рамках засекреченного контракта с американской разведкой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Согласно контракту на почти 2 миллиарда долларов, подписанному компанией в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США при Пентагоне за создание сети отвечает подразделение «Стартшильд». В случае успеха сеть SpaceX значительно расширит возможности вооруженных сил США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли. Согласно тексту контракта, компания создает новую разведывательную программу с сотнями спутников, которые могут действовать как единая система на низких орбитах. Она позволит американскому военному ведомству быстро получать качественные снимки практически любой точки планеты. «Никто не сможет скрыться», – заявили в «Стартшильд». Ну что ж, это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok